я с новостями скоро все изменится раковину так и не поставили давайте договоримся на берегу видел я ваши комменты всякие там теории заговора кто-то колыбельку высмотрел кто-то в календаре загадочную датку приметил туда-сюда и народ автоматом решил что у нас на талии пополнение и пока ситуация не вышла из-под контроля давайте расставим все точки над и никаких недосказанностей все абсолютно и бесповоротно и правда мы беременны чё делаешь прикупил этот одежки в боже мой ну и размерчик мама мия здоровенная майка длиннее моего платья здесь написано клуб горных топтунов ну что хорошее дело не доросла еще это пока просто мешок было много симптомов так что сомнения отпали сразу я точно точно беременна мое тело чувствует и ведет себя совсем по-другому мэтка мотался за тестами и мы стали смотреть во сколько бегал в 6.30 или 7 утра да очень рано я еще работала потом я смотрю на тесты и боже мой а это одна или две полоски одна или две а потом ты не знаю вроде 2 и мы кричим друг на друга а я на измене но чем больше я смотрела на тест тем четче виднелась старая полосочка это две полоски как же я обрадовалась прям в тот самый момент даже не ожидала всему виной эти тетки нагнетальщицы которые мне все уши прожужжали я себя к ним точно не отношу они говорили мне а ты точно уверена но я только обрадовалась когда увидела положительный тест это было классно даже не знаю что может переплюнуть такое событие в плане эмоций разве что шлепок уилла смита мама мия чувак больше не поднимай эту тему а то мы тут будем до вечера сидеть нет уж увольте многие из вас учили английский язык напомню любой язык состоит из слов и правил но не все знают сколько же всего слов и правил в английском чтобы было понятнее много их или мало давайте сравним английский с русским в русском языке около двухсот тысяч слов но в жизни нам достаточно около десяти тысяч слов чтобы понимать и общаться друг с другом каждый день как вы думаете в английском слов больше или меньше почти каждый говорит что меньше но на самом деле в английском языке около одного миллиона пятьсот тысяч слов из которых для такого же общения каждый день нужно уже примерно 30 тысяч английских слов слов то больше а теперь вопрос знакомо ли тебе такое учили английский 10 лет в школе и за все это время запомнили ну тысячу слов потом с репетитором на курсах пару-тройку лет и словарный запас стал в лучшем случае 4000 слов и ощущение что мало слов запоминается их постоянно не хватает на курсах английского lewis form and school изобрели что-то по-настоящему новое это необычные тренировки новых слов и правил на уроках новый материал прорабатывают устно так много и так тщательно что почти все слова запоминаются и ученики используют слова и правила легко и уверенно уже захотелось попробовать переходите по ссылке в описании а еще у них первый урок для каждого нового ученика бесплатно натуле не терпится показать вам еще одну обновочку я его еще не мыла грязноватый новая хренька еще не помыла прикупили вот такую штучку для сэндвичей мы решили что будем очень тщательно выбирать бытовую технику и подумали нафиг нам этот тостер возьмем-ка лучше сэндвичница я очень увлеклась тостами каждый день готовлю веганские тосты с белым сыром и помидорками скажу сразу если бы это от меня зависело я бы не покупал эту хреньку да что ты ну да нафига но мы бы тогда купили тостер нет я ведь хлеб больше не ем такая классная универсальная вещь а чем же ты хлеб поджариваешь я же сказал я его не ем сказочник много не я ладно ну я в восторге от покупки а я не в восторге подожди а на обед ты что ел там же был хлеб ел он все бутер с рыбакой брюхун сделал себе сэндвич тунцом на моей технике хорошо хорошо помогите это у нас будет комнатка для детей кроватку поставим прямо здесь туда поставим маленькое кресло качалку для мамки с папкой и рядом небольшой столик переодеваться будем здесь шкаф поставим и и все на пол коврик постелем добавим декора и хорош за все это время я успел снять порядочно видео про минимализм и каждый раз я неизбежно натыкаюсь на комментарии матерого родителя по типу подождите вот появятся дети не на того напали мэтка принимает вызов все так или иначе к этому шло я мощный что и способно тебя замотивировать так это люди твердящие что у тебя ничего не получится соточка процентов благодаря таким вызовом я там где есть есть один фактор который ты не в силах контролировать это я я не минималистка да 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 в таком случае как ты собираешься работать на два фронта контролировать свое ну и мое поведение ты продолжаешь сетовать на то что ты далека от минимализма но твои действия говорят об обратном видел как я распаковывала обувку с майками нет я имею ввиду что как для обычного человека у тебя не так уж и много вещей отсюда я делаю вывод что ты невероятно осознанно относишься к тем вещам что у тебя есть и тот факт что ты уважаешь меня и мой образ жизни ой как дорогого стоит именно этого я жду от наших отношений и семьи я просто душка да и я ценю как мы вместе планируем новые покупки ведь ты знаешь как это может повлиять на меня да я такая классная да милоха спасибо ты мое сокровище сейчас заплачу мама мия вот ведь как ты чего плачешь брось это очень мило я не была готова к такому быстрому развитию событий во-первых мы жесть как быстро забеременели я не ожидала я думала это займет ну хотя бы год вау ну ладно это случилось и первые мысли ну что все будет хорошо все хорошо у тебя впереди девять десять месяцев чтобы понять что к чему и приспособиться но ничего подобного хватает и девяти десяти дней чтобы осознать симптомы бьют больно и быстро все тело начинает очень быстро перестраиваться хоть тебе и кажется что нет но ты сразу ощущаешь себя другим человеком собственно как все это я узнала мы с мэтом очень быстро сделали тест на беременность еще в начале третьей недели получается это значит что сперматозоид успел оплодотворить яйцеклетку и это произошло за неделю или две до этого не зря меня зовут мэттыч быстрый стартыч твой образ жизни должен измениться мы принимаем решения и должны под них подстраиваться то как ты приоритизировал вещи раньше уже не работает все переворачивается вверх дном даже привычки в еде все твой образ мышления все в момент поменяется ты начинаешь загоняться по малейшему поводу а мне стоит заниматься спортом стоит ли делать это пятое-десятое а может поспать я хочу спать но сейчас 11 утра может не стоит ты заново знакомишься со своим телом пытаешься его понять его новые сигналы знаки которые для тебя в новинку а инструкция на другом языке короче эта новость как снег на голову не думаю что я была готова к этому тогда и все еще не уверена что готова сейчас глубоко внутри я не уверена что смогу понимаешь о чем я и мне это не нравится что именно рождение или родительство как бы слезу не пустить ой солнышко да я блин то и дело плачу гормоны шалят просто жесть недавно заплакала над песней гая себастина и тут все австралийцы покрутят пальцем у виска понимая какой-то идиотизм красивая песня но ты же не плакал думаю что все кто давно смотрит канал мэтта знают что я не люблю эксперименты я люблю покайфовать я твоя противоположность верно тебе доктор прописал влезать в неудобняк и дискомфорт но это не значит что я избалованная комфортом я хочу удовольствие получать взять тоже беременность все вокруг только и говорят как это трудно как это хлопотно твое тело будет жить само по себе что рода это же полный шендец что это самый мучительный опыт в твоей жизни да есть кто говорит что это прекрасно но сейчас мой разум отказывается это понимать потому что все о чем я думаю это ужасные потуги рождения и еще момент процесс кормления грудью воспитания ребенка бегать как в жопу подстреленный эти мысли что тебе предстоит серьезная хирургическая операция у тебя нет ни минуты отдыха ведь ты обязан сохранить жизнь своему малышу все это очень давит на меня мне кажется что это будет самое трудное испытание в жизни а ты думаешь по-другому что для тебя вызов для меня тихий ужас но мне это очень интересно ведь с одной стороны мне нужно мотивировать себя как-то мотивировать на всем этапе путешествие а с другой стороны сосредоточиться на позитиве потому что сейчас я только накручиваю себя по всякой фигне хоть это и правда заставляет меня понервничать и да так что поддерживайте меня хотела бы я тут по позитивничать но сегодня 3 января и год начался странно 1 января у меня вообще того нервный и срыв случился да да мальца да даже не знаю что добавить очевидно когда люди готовятся к рождению ребенка они пытаются цепляться за ту жизнь которой они так привыкли и и этот вопрос у нас над на повестке мы не хотим меняться мы хотим бродить по проторенной дорожке хотим тусить путешествовать получать удовольствие мы отчаянно цепляемся за привычные радости жизни но тут без вариантов жизнь наша изменится как ни крути и нам в итоге придется пойти на жертвы в конце-то концов это же полнейший идиотизм идти на такой шаг как следует не подготовившись к такой ответственной роли родителя мы не собираемся от всего отказываться но я думаю в ближайшие пару месяцев нам следует призадуматься чем мы на самом деле дорожим что это за вещи которые мы хотим сохранить неизменными от чего готовы отказаться и как это повлияет на нашу жизнь с рождением малыша до сих пор в это поверить не могу и вот настал момент чтобы начать новую главу в нашей истории роста удачи нам ну что друзья по наставили себе цели на год грядущий прекрасно а достигать и кто будет давай честно уже прошла первая половина месяца как успехи если ответ ну такое то тебе нужна опора то есть нечто что сможет тебя замотивировать и одновременно подсказывать что конкретно тебе делать чтобы достичь своих целей несомненно лучшей опорой является хорошая книга это захватывающий интересный бизнес роман основаны на реальных событиях он совмещает себе практические рекомендации личную историю где-то веселую где-то драматическую переходи по ссылке в закрепленном комментарии и ознакомься с книгой лично уверена она станет твоим лучшим помощником в двадцать третьем году спасибо за просмотр друзья до скорого а да а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok